привет 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 сегодня суббота и по субботам я разбираю фильмы или книги которые я недавно посмотрела и хочу с вами обсудить тема сегодняшнего видео я имею ввиду фильм который я выбрала достаточно необычный потому что я его посмотрела давно но когда я про него вчера вспомнила я подумала блин это прям вот то что реально хочу обсудить сегодня я буду разбирать это сумерки 2008 года вы наверное спросите меня почему я разбираю такой старый фильм да потому что у меня очень много воспоминаний с этим фильмом и я хочу про них вам рассказать тем более сегодня суббота надо расслабиться правильно и немножко так поболтать по душам я посмотрел этот фильм после того как он вышел в кинотеатрах потому что когда посмотрели этот фильм мои друзья не сказали типа вот такой классный фильм а я такая типа нет я не буду его смотреть потому что это мейнстрим это все так глупо и вот эти вот все сумерки умерки это все не для меня я выше этого но прошло наверное несколько недель и мне моя подружка дала посмотреть диск потому что в 2008 году по моему я смотрела его на диске нет я смотрела его в интернете диск я купила позже для себя для своей частной коллекции я смотрела фильм в интернете и я влюбилась в роберта паттинсон и в эдварда каллина мне тогда было в 2008 году мне было тогда 12 лет назад мне было тогда 13 лет до 13 лет не было и я когда его увидела этого эдварда каллина подумала все это мой краш до конца моих дней я буду в него влюблена у меня был супер план когда мне я посмотрел когда этот фильм я подумала вот этот роберт паттинсон и начала гуглить его фотографии все в интернете ну давайте так расскажу вкратце фильм сумерки это фильм про вампира который живет про семью вампиров которая живет в двадцать первом веке в америке и вот они получаются эти вампиры вот эта семья вампиров часть из этих часть из этих вампиров ходит в школу и мы видим главного персонажа девушку ее зовут бэлла и она тоже идет в эту школу и вот у нее там какой-то аромат специальный я не знаю какой и она привлекает этого парня вампира который там самый молодой самый такой красавчик для меня тогда был самый такой красавчик прям такой такой худенький такой волосик у него так стоят торчком и вот он в нее влюбляется и она пытается выяснить кто он такой и вот он там выясняет что он вампир и это известная сцена что он будет типа я знаю кто ты вампир короче да это вот мой любимый фильм был тогда когда мне было 13 лет и действительно вот если смотреть с технической точки зрения очень красивые цвета то есть если вы смотрите первый фильм там такие зеленые такой темный зеленый цвет такой насыщенный такой глубокий мне кажется я перепутала такой глубокий зеленый цвет и так все красиво вот эти вот планы очень красиво место выбрана для съемок вот эти вот леса и вот он актеры вот сейчас на меня уже я уже старшая смотрю на это я думаю ебаный ты стоит почему они там все такие белые как будто бы я не знаю их там перепри перегримировали вот и музыка такая музыка до сих пор массив массив что-то там массив что-то там короче музыка классная и вот это вот лалабай то что роберт паттинсон написал песню он же там написал 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 сам музыку для пианино который он сыграл для бэлла это реально Роберта Паттинсона песня, и поэтому ну, то есть, такой прям и дудец, и игрец, и дудец. Есть какая-то такая поговорка, что он и дудец, и игрец, и еще что-то. Вот. Я посмотрела этот фильм, когда мне было 13 лет. У меня был суперплан, что когда мне исполнится 21 год, я перееду в Англию, и я завоюю Роберта Паттинсона. Эдвард Каллен идеален. Вот. По итогу, конечно, я, смотрите, переехала в Англию, но у меня нету больше... У меня есть свой Эдвард Каллен, не Эдвард Каллен, Роберт Паттинсон. То есть, я настолько была вот с ним прям на нем зациклена, то есть, я там пыталась найти, где он там живет, хотела отправить ему письмо, у меня там плакаты были. Я купила этот диск, который коллекционный, знаете, вот, я не знаю, не коллекционный, но там специальный диск, на котором там обложка, там небольшая-то книжечка, которая рассказывает про сумерки, про актеров и про то, как снимали с ней. Но я вот настолько, то есть, была прям вообще захвачена вот этой сумеречной эпопеей. И меня подружки еще мои смеялись, типа, ха-ха-ха, конечно, ты уедешь, уедешь. Я говорю, смотрите, я уеду, я его захвачу, Роберта Паттинсона. Там еще была такая девушка, ее зовут Эль Фаннинг, такая актриса. И вот он там тоже читал, помню, тогда она еще писала, что ей там тоже нравится этот Роберт Паттинсона. Вот она там типа, Роберт Паттинсона, какие-то слухи были. Я думала, вот сучка. У меня такая прям ненависть к ней была, жесткая. Даже не знаю, откуда такая ненависть. Я думала, не трогай, он мой. Потом, когда я видела, что он там с Кристиан Стюарт, что они там, возможно, встречаются, я думала, сука. Вот. Но, кстати, потом он пропал уже на несколько лет, вообще не снимался нигде, Роберт Паттинсон. И вот только недавно, после вот этого фильма «Маяк», который черно-белый, только вот после этого недавнего фильма его начали приглашать в другие проекты. То есть он же сейчас Бэтменом будет скоро. Класс. Пойду посмотрю на свой тинейджерский, на свой краш. Вот. Кстати, я пыталась пересмотреть этот фильм тоже недавно, но не заходит уже не то. Хотя очень хорошо, очень хорошо снят, сделан, и история мне нравится тоже хорошая. Вот. Ну, как-то уже все, видимо, я переросла. Я еще посмотрю через 10 лет, и мы с вами встретимся и обсудим. Да? Вот так буду по 10-летке, по 10-летке так и буду снимать фильмы, так и буду снимать свои комментарии по поводу сумерек. Да. А если вы не смотрели, или если вы смотрели, пожалуйста, пишите комментарии. Давайте делиться, кто еще, у кого еще было желание выйти замуж за Эдварда Калина, нарожать ему там вампирят, и жить долго и счастливо. Пишите. До новых встреч. До новых встреч.